Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Всем доброе, добрейшее утро! Бонжур, хелло, шалом! Что-то меня вот кипу не видно. Все, продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору прямо, конкретно и мощно изучаем Тору. Вначале изучаем Мишли, притчи царя Соломона, а потом, вот Влад Косов как раз, он везде ставит ссылочку на книга заповедей Хефецкаема. И очень важно прям начать соблюдать заповеди, прям выполнять. Каждый день брать какую-то одну-две заповеди простые и выполнять. Потому что в жизни главное действие. Мы живем в мире действия и мысли, мысли это, как сказать, основа. Это не те семена такие, это потенциал. А факты это действия. Уже слова, которые выпущены, сказаны, это уже такое мини действие. Поэтому, интересно, молитва, которая внутри, это не, нельзя сказать, что не считается, там, считается, не считается. Я думаю, что все до Бога доходит. Но очень важно произносить вслух слова молитвы и благословение, слова молитвы произносить вслух. То есть, слово, как Мишли мы еще не учили, но дальше будет, что жизнь и смерть на кончите языка. Что и жизнь и смерть, представьте, да? На кончите языка слово можно убить, слово можно оживить, слово можно передать любовь. Там все, что хочешь, можно словом передать. Понятно, да? Значит, но действие еще важнее. Действие еще важнее, чем слова. Поэтому изучаем Мишли, потом делаем какие-то действия, выполняем заповеди. И так, значит, все, продолжаем. Сегодня у нас пятая глава. Пятая глава. Отрывок у нас идет двадцать первый. До этого нам царь Соломон объяснял, что чуждые идеологии, они похожи на женщину, да, как легкого поведения, которая, которая человека хочет, по большому счету, она хочет его использовать. И никакой пользы она ему не дает, кроме секундного какого-то удовольствия, которое, которое, вот оно есть, вот его нету. И все, да? Понятно. Теперь дальше. Дальше говорит нам царь Соломон. Двадцать первый отрывок пятой главы. Тинохах эйней ашем даркей иш, веколь маглатав мифалес. Тинохах. Перед, нохах, это прямо находится перед. Написано, тинохах, перед Богом, то есть находится перед глазами Бога. Это очень интересная такая метафора, да, то есть понятно, что Бога нет глаз. Ну, и так написано, что прямо как будто бы вот он видит, все, он видит все, что человек делает. Айн Ра, как говорится, да, человек не согрешит, если он будет знать, что глаз видит. Айн Ра озн Шума от уха слышит. И все ма сейха бе сеферник тавим. Все твои дела в книгу записываются. То есть Бог, он же не вовне, он Бог везде. То есть он все наполняет, все просвечивает. Это как свет такой, да, свет души, духовный свет, можно так сказать. И получается, что все мысли человека, все его действия, все-все-все, так как это внутри просвечивается Богом, то Бог, понятное дело, что он все знает. И человек должен это понимать, что все его действия, они как бы записываются, да, в духовном мире. Теперь написано, перед глазами Бога пути человека. И он все его обходные пути выверяет. Смотрите, что получается. Есть, мы уже учили, есть такое понятие дырых. Дырых это широкий путь, большая дорога. Есть архот. Архот это тропиночки, да. Теперь путь бывает или прямой. Вот человек говорит, я, значит, служу Богу, я служу Богу, я, значит, за Бога, все. Теперь, ну иногда, когда ты служишь Богу, есть такое понятие, там, преступление во имя небес, всякие вот такие вот обходные штуки, да. И человек говорит, вот я, конечно, за Бога, но, но, значит, но. И начинает себя выдумывать на дороге. Давайте, вот я приведу пример, да. Я, например, когда-то, когда я стал религиозным, то есть я в 26 лет стал религиозным человеком, таким, все, прям поверил в Бога, начал изучать Тору. И я подумал, что самое главное же в жизни это Тор, а значит, я должен преподавать Тору, обучать Торе. И я начал этому учиться обучать. И я, в принципе, научился обучать, чтобы обучать Торе. Потом я подумал, но мне же надо, чтобы меня люди слушали, добиться успеха, надо стать профессором. Стал я профессором, да, то есть я профессор бизнес-школы Синердио, у меня есть прям я, Арнольд Шварценеддер, есть диплом профессора. И я перестал преподавать Тору активно, а начал больше заниматься психологией, тренингами и так далее. То есть я как бы себе сказал так, что да, у меня путь прямой, я хочу обучать Торе, я хочу служить Богу, выполнять заповеди, обучать Торе. Но, если я сейчас делаю такой обходной маневр, и я стану профессором, и я открою там большой бизнес, буду бизнес-тренером и так далее, то я буду более хорошо обучать Торе, и меня будут больше слушать. Теперь я в тот момент не читал, еще не изучал Мишли, когда я так подумал. А здесь написано в двадцать первом отрывке, что перед глазами Бога пути человека, то есть Бог, когда я думал обучать Торе, он, естественно, был со мной. Когда я учил Тору в Яшиве, он был со мной все время, да, все пути человека перед глазами Бога. И он все его обходные пути выверяет. И тут Бог реально знает, что мне приятно, вернее, какое у меня главное намерение в том, что я занимаюсь психологией. Или действительно усилить свои качества, навыки, влияние и так далее, или же просто мне нравится заниматься психологией. Вот тут нам царь Самон предупреждает, но есть такое объяснение, что он не предупреждает, а он сообщает, что если ты на главных путях идешь в сторону Бога, вот как Алекс Поделка, он прямо реально внутренне, он решил, что надо быть религиозным, сын у него религиозный, все. То тогда, даже если он какими-то обходными путями начинает идти, то Бог ему выпрямит эти обходные пути. Понятно? Это мы учили в другом отрывке. Беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога. Вэу я ашер архатеха. И он выпрямит твои дорожки. То есть здесь нам, я думаю, что там это было больше обещание, а здесь это больше предостережение. Мифалес это не выпрямляет, а вымеряет. Он измеряет твои дорожки. То есть он знает все твои обходные маневры, и он знает истинную суть этих обходных маневров. Есть известная история, как один пришел к, по-моему, это рассказывал мне, сын это мне рассказывал, про Рава Штейнмана. Был такой Рав Штейнман, он был глава мира Ишиф, такой столетний мудрец. И к нему пришел один еврей и говорит, вы знаете, дайте мне благословение, дайте мне браху. Я хочу заработать 5 миллионов долларов и миллион дать на Ишиву. Чтобы миллион дать на Ишиву, чтобы люди учили Тору, сидели спокойно и не думали о том, где им взять деньги. Вот такая у меня, говорит, к вам просьба. А тот ему говорит, вот ты просишь, чтобы тебе дали 5 миллионов с неба, чтобы миллион дать на Ишиву. Он говорит, ну мне кажется, что тебе важнее не миллион на Ишиву, тебе важнее именно 4, которые ты для себя просишь. И он ему задает вопрос, он говорит, смотри, если ты веришь, что мое благословение, оно даст 5 миллионов долларов, так почему ты не думаешь, что я просто могу попросить миллион на Ишиву, без вот этих вот 5, чтобы один ушел на Ишиву. Понятно, да, идея? То есть, когда человек просит 5 и из них миллион на Ишиву, Бог, он точно знает, что человеку важнее. И бывает такое, что да, он просит 5, чтобы миллиона дать на Ишиву, ему реально важно это, а бывает, что не важно. Понятно, да, идея? То есть, еще раз, Роман Гольман, спасибо вот Роману, я хотел как раз сказать вчера еще весь вечер, хотел сказать ему спасибо, а он сейчас здесь как раз появился, Роман Гольман, я ему при всех говорю спасибо, он мне очень помог сейчас в одном деле в Израиле, помогает мне, делает большую заповедь, чтобы я сейчас вернулся в Израиль, больше времени проводил в Израиле, так что спасибо, есть большая у него заслуга в этом тоже. И вот, значит, двигаемся дальше. Дальше, с этим понятно, да, что мы должны знать, что все наши замыслы, и все наши мысли, и все наши внутренние, внутренние вот эти вот схемы, которые мы выстраиваем, да, это все перед глазами Бога. И очень важно иметь высшую цель, да, высшую цель, направление, да, двигаться к Богу, я хочу стать садиком, хочу получить вечную жизнь, хочу с Богом быть в хороших отношениях. Что значит быть с Богом в хороших отношениях? Делай Его волю, как ты делаешь свою, чтобы Он выполнил твою волю, как Его. То есть, это должно быть внутренний, широкий такой путь человека, евреи, евреи вообще обязаны, это рабы у Бога, то есть, ты вообще, почему так Бог евреев, вот многие спрашивают, почему Бог евреев так наказывает? Потому что евреи, это рабы у Бога и сыновья у Бога, да, то есть, это народ, который Бог сделал народ священником. Он говорит, я для вас сделал чудеса, вы народ священников, вы гой-кадош, прям в Торе написано, еврейский народ, гой-кадош, святой народ. И в другом месте написано, что вы Авадим, рабы, вы для Бога Всесильного. Теперь получается, что если ты эвет, раб, если ты сын, так на тебя больше обязанностей, тот, кого Бог любит, того он наказывает. И как только евреи пытаются съехать со своей работы служить Богу, Бог, не то чтобы он наказывает, Бог никого не наказывает. Бог внутри всего, и когда ты делаешь неправильное действие. Как можно сказать, преступника, тюрьма для преступника, это наказание или это следствие его поступка? Можно, с одной стороны, мы посмотрим, скажем, да, это его наказание. С другой стороны, мы можем сказать, тюрьма это не наказание, тюрьма это следствие, это естественное следствие его поступка. Если он украл, он должен знать, за кражу садятся в тюрьму. Если он временно не сидит в тюрьме, тогда это просто над ним висит этот меч, и в какой-то момент он на него падает, но это не наказание, это следствие, понятно, да? Теперь дальше, вот это 22 отрывок как раз на этом. Аванатав илкедуно это раша. Значит, аванатав это грехи, они уловят в ловушку злодея. Убехавле хатато итамех. И хавле это как веревки греха, он будет запутан. Теперь смотрите, здесь тоже нужно понять значение каждого слова. Тут объясняет нам Албим, что такое аван. Аван это грех и хэт это грех. Только аван это когда я думаю неправильно, а хэт это когда я сделал неправильно. Теперь тогда нам понятно, что здесь написано в 22 отрывке. Грехи захватят, схватят злодея. Кто такой злодей? Давайте разберемся. Злодей это у кого направление в сторону зла. То есть Бог, он установил в этом мире, что есть добро, что есть зло. Теперь тот, у кого направление в сторону добра, внутреннее направление, он добрый человек, хороший человек, он не злодей. Тот, у кого направление в сторону зла, то что Бог назвал злом, тот злодей. Понятно, да? Да, теперь вот этот, кто внутренний злодей, у него есть в начале авонот, мысли, неправильные мысли, а кто сказал, есть Тора, нет Торы, есть Бог, нету Бога, а вот буддисты, а вот шмудисты, а вот шаманы, а вот Фред сказал, Фред сумасшедший был, конкретный сумасшедший, который всю жизнь себя пытался вылечить, потому что он думал, как думают люди, было понятно, о чем думает он, все эти там инцесты, ну, то есть он был конкретно больной человек, который разрушил жизни своей семье, и больных он может и мог лечить, но его идеология, как бы направленная на всех, она уже доказана, что это просто сумасшествие конкретное. Значит, смотрите, в начале авонот, вот эти вот мысли неправильные, они как веревками связывают злодея, но зачем нам показано вот это вот слово, что главное твое намерение, то есть если у тебя намерение очиститься, с неба тебе помогают, если у тебя намерение запачкаться, с неба тебе не мешают, это свобода выбора. Если человек внутренний, вот у него есть намерение приблизиться к Богу, у него есть намерение быть добрым, у него есть намерение быть честным, у него есть намерение жить вечно, то есть у него он тогда не злодей, он как бы верит в то, что правильно верит в Бога, Создателя мира. Теперь злодей, у него наоборот вера, да, внутренняя, другая, как стержень такой в другую. Теперь дальше у него идут эти авонот его мысли, они его схватывают как петлями, и каждый человек, он живет в какой-то идеологии, и любой человек, который живет в антибожественной, в антирелигиозной идеологии, у него есть его какой-то ход мысли такой, хитро вывернутый, на котором он базируется. Я помню, когда я приехал в Израиль, и один такой нерелигиозный, антирелигиозный такой еврей из бывшего Советского Союза, он говорит, да посмотри на этих религиозных, они все, значит, в публичных домах там в это. Я ему говорю, а ты был там, ты видел лично? Ты лично видел хоть одного религиозного в публичном доме? Он говорит, нет, не видел, не видел. Я говорю, а там жена живо сидит, да? Он говорит, ну, может он и видел, но он не сознался. Он говорит, нет, я лично не видел, но журналисты пишут, пишут журналисты, что религиозные, они в публичных домах. Я говорю, смотри, а ты этих журналистов видел? Ну, лично ты знаком хоть с одним этим журналистом, который это пишет про религиозных. И второй вопрос. Даже если журналист видел какого-то человека, одетого как религиозный, по одежде можно судить о религиозности? Если в театре там какой-то человек надевает на себя пейсы, бороду и шляпу, он что, от этого стал религиозным? И он не знал, что ответить. То есть получается так, что человек, у которого направление идти против религии, он будет запутан своими неправильными мыслями. Дальше. Убэхавлеха тато и тамех. А когда он уже согрешит, то есть он сделает действия, которые против Бога, да, какие-то конкретные нарушения, действия и так далее, тогда это его, он будет уже связан как веревками, и оно будет, его грех будет его держать, пока месть он не як зор бы чува, то есть он должен вернуться к чуве, то есть он может, а как возвращение идет, как идет раскаяние, он мысленно говорит, я раскаиваюсь, я больше не хочу так думать, я думаю по-другому, я буду действовать по-другому. То есть он делает как бы обратную историю, он эти веревки разматывает, те мысли, которые ему приводили его к греху, он их обрубает, и он вместо них накручивает новые мысли. А какие новые мысли? А вот мы изучаем новые мысли, вот пожалуйста, Мишли, притчи царя Самона, это есть новые мысли, которые можно накрутить на свое мышление, только эти мысли, они связывают тебя с Богом, такая как веревка. И последний отрывок в пятой главе. Значит, У, Ямут, Бэээн, Мусар, Уберов, Ивалто, Ижге. Он умрет без наставления, и Уберов, Ивалто от обилия вот этих вот грешных мыслей своих, он, Ижге, он будет повторять их и повторять. Теперь смотрите, есть люди, у которых идеология их, они настолько запутаны в своей старой идеологии, в своей вот этой вот коммунистической идеологии, советской идеологии, какой-то атеистической идеологии, они настолько в ней запутаны, значит, настолько они запутаны в этой вот идеологии, что они даже, когда есть у них возможность выйти на свет, они не готовы. То есть они все равно держатся. Вот кто-то там, Михаил Филиппов, вопрос о публичных домах проработан. Смотрите, Рава Финтеля. Тут не все так просто. Смотрите, тут все просто. Религиозный человек, по-настоящему религиозный, он живет по Торе. И если он идет в публичный дом, то он грешит. Это бывает. Он может согрешить. Но это никак не значит, что все религиозные грешат, все религиозные ходят в публичные дома. И даже если он пошел в публичный дом, это не значит, что он злодей. Он просто в какой-то момент не справился со своим злым началом. И злое начало его накрыло. Если он владелец публичного дома, тогда проблема. Если он прямо все время владелец публичного дома, это проблема. Да, действительно. Но тогда он не религиозный. Понятно, да? Хорошо. Все. Значит, самое страшное, что человек, который грешит, он в своих мыслях, даже в Торе написано интересно, Бог говорит, что я вас, если вы будете идти против меня, у вас будут проблемы. Если вы скажете, что это случайно, у вас будет в 7 раз больше проблем. Если вы скажете опять, что это случайно, будет у вас проблем еще в 7 раз больше. Пока, если вы поймете, в этом мире нет ничего случайного. Все в этом мире работает на причинно-следственных связях. И если сегодня кому-то плохо, если сегодня есть наводнение, например, да, надо подумать, почему наводнение? Как раз вот в тех городах, где автобусы в шаббат, все давай, автобусы в шаббат добились успеха. Бах! Наводнение. Вот везде, где будут автобусы, везде наводнение. Ну, неужели связь не видна? Видна связь невооруженным глазом. Там кто-то сейчас скажет, да не, это случайно, там вообще это случайно, все не... Хорошо, значит, Бог в Торе предупредил. Скажете, что случайно, будет в 7 раз больше. Не надо, чтобы было в 7 раз больше. Нужно понять, что если есть какая-то проблема, нужно проверить сразу свои дела. То есть, если у тебя есть результат какой-то проблемный, значит, у тебя есть в этом причина. И ты делаешь свою жизнь, твои решения, твои действия, твоя идеология. У каждого из нас идеология. Вначале ты выдумываешь, как жить, потом ты делаешь, исходя из своей идеологии. Потом ты получаешь результат. А потом ты говоришь, а за что мне такой результат? Это Бог неправильно мне, мне не тот результат дали, извините. А если тебе не нравится результат, можно еще сказать, а что ж Бог, куда, где справедливость, да? То есть, ему дали хорошо, а мне дали плохо. Нет, это несправедливый Бог. Понятно, да? Это все в этом мире честно, справедливо. Бог всем управляет, и Бог нас предупредил, что надо делать, что не надо делать. И делай его волю как свою, тогда он выполнит твою волю как его. Ты будешь тогда цадик. Понятно. Теперь и на этом мы заканчиваем. Заканчиваем сегодняшнее наше занятие. Пятую главу мы закончили. То есть, еще раз, надо понять, вокруг больше людей, которые, у них извращенное мышление, они живут в такие верующие атеисты, верующие коммунисты, верующие там гностики, такие есть некрасивые люди, гностики. Им подходит их название. Кто себя называет гностиком, понятное дело, что у него проблема. И вот, значит, они живут в рамках заплетенной в своей идеологии, и есть, к сожалению, такая важная вещь, с кем поведешься, от того и наберешься. И когда ты общаешься с людьми вот такими вот гностиками, да, то тогда на тебя это гностицизм, он на тебя может, не дай Бог, прилипнуть. Но если ты внутренне, ты зацепился за Бога, за Тору, за заповеди, и ты можешь по этому каналу, ты можешь по этому каналу всегда набраться света. Как говорится, нер, митсва, мы уже учили. Заповедь, это как свеча. Тора, это как свет. Тора, ор. И путь к жизни, это тохохот, мусар. Путь к жизни, нравственное наставление, чем мы сейчас и занимаемся. Слава Богу. Все, дорогие друзья, пятую главу мы закончили. Пожалуйста, посмотрите книгу заповедей и сделайте хоть пару заповедей, которые Бог сказал делать. Все, удачи, успехов. Всем пока. Всем пока. Из Иерусалима.